Встреча депутатов со студентами состоялась в Горном колледже. Мероприятие прошло в неформальной обстановке. Народные избранники приняли участие в игре вместе с ребятами. Проблемно-ценностная игра «Провбург» была организована с единственной целью – помочь студентам раскрыться и смелее задавать волнующие их вопросы. Они примут роль на себя партийных людей. Пусть они попробуют уже сегодня чуть-чуть в такой среде партийной побыть. Суть партии этой узнать и уже примерить на себя, каково решать партии, то или иное, принимать решение. Организаторы не предупредили учащихся об условиях игры заранее, соответственно, не дав им возможности подготовиться. Спонтанность делала игру интереснее и динамичнее. Приглашенные студенты из педагогического колледжа, института экономики и самого Горного колледжа были разделены на партии демократов, либералов, консерваторов и радикалов. Депутаты заняли необычную для себя роль беспартийных. По сценарию стало известно, что город Провбург когда-то процветал, но во время экономического кризиса пришел в упадок. Закрылись городские предприятия и учебные заведения. К мэру Провбурга поступило предложение о строительстве в городе университета за счет Американской ассоциации. Мэр не решился принять важное решение и обратился за советом к партиям. Мы, конечно, за постройку, но пусть ходят те, кто хочет учиться. Пусть люди учатся в своих институтах. Зачем нам еще какие-то американские? Для чего? Для чего, если у нас есть свои? Своя история, культура. Зачем нам портить нашу Россию чем-то еще? За совещательным процессом участников наблюдал куратор. Он следил за тем, чтобы ребята не отходили от тех партийных ценностей, которые были им заданы условиями игры. Университет. Самый лучший в мире университет. Что мы на это отвечаем? Нам ничего не нужно. Почему? Причина. Чем он мешает? Чем он может быть не совсем тот для России, для нашего города? Изучая другие языки, у нас будет пропадать вообще рейтинг нашего языка, нашего менталитета вообще. Мы будем забывать вообще наши вот эти истоки как раз-таки. И следовательно, мы забудем, где мы вообще и кому мы принадлежим. От какой страны мы, в какой стране мы родились и какой стране мы должны служить. Мнения партий в процессе обсуждения разделились. Каждая старалась рассмотреть ситуацию с нескольких точек зрения. Мы пришли к выводу, что появятся рабочие места, появятся люди, город заново начнет жить. Может быть, люди и будут уезжать, но они могут потом приехать. То есть, если люди любят свою страну, они обратно вернутся. Беспартийные также высказали свое мнение, заявив, что американское происхождение университета не имеет значения и на сохранение культуры его строительство не повлияет. Таким образом, депутаты хотели привлечь молодежь к дискуссии, к тому, что с самого начала являлось целью мероприятия. В первую очередь, это понимание того, что на самом деле происходит у нас в стране, в государстве, в городе и в отношениях людей к тому, что происходит вокруг. Потому что человек видит не всю картинку сразу же. Насчет каких-то моментов необходимо задуматься, отойти и посмотреть со стороны. Собственно, эта игра поможет им. В финале игры состоялось голосование. Большинство присутствующих поддержали мнение о том, что строительство Университета Американской Ассоциации в городе станет правильным решением. Несомненно, эта игра очень полезна. Во-первых, люди учатся говорить, высказывать свое мнение. Во-вторых, взрослые могут услышать молодежь, которую часто не принимают всерьез. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».